московский государственный университет ролик искривления пространства рассказывает ученый секретарь национального комитета российских астрономов олег малков ежи ежи с ними смотрим 6 минут 28 секунд здесь два вопроса первый существует ли искривление пространства до насчет можно ли искривить мы пока не умеем сидит нормальный того и такой товарищ и г существует ли искривление про санс отвечает да вот науки про искривление пространство ничего не известно вот научного уровнем сказочек баечек по басеночек много всего сказано а вот честного научного нет ничего ни в одном учебнике не написано у пространство погнулась это что-то прогнулась покажите пальцем у пространства погнулась вот это вот загибулина или что там погнулась нету ни в одном из ваших букварей вы не можете ни для пространства написать научным языком научных терминок что погнулась у пространства вот это хоренотень у него есть и она погнулась не можете у пространство времени тоже совокупно не можете. Погнулась вот эта вот хренатень. Нет. И когда вас начинаешь спрашивать, что же за разу вас погнулась. Вот вы бормочете всем стадом безграмотных идиотов, что погнулось у пространства. Вы не можете нахрюкать, накудахтать или на языке людей сказать. Это проблема, товарищи. И вы засели в МГУ. То есть вы мошенники, врущие происпревления пространства засели в МГУ. И сейчас на белом глазу некто, товарищ представитель астрономического сообщества, мошенник от астрономии в рамках государственного учреждения, превратившегося в шарлатанский такой шабаш-клуб, врет нам про искривление пространства. Ну, послушаем. 11 секунд мы вас слушали. Вы уже наврали тут кучу всего. Нет. Искривление пространства в природе. Врунишки. Мы видим, как пространство искривляется по естественным причинам. Врёшь. Вы видите искривление траектории. По тону, например, в пространстве. Но искривление траектории это не есть искривление пространства. Когда вы заходите за угол, это не гнётся пространство. Это вы меняете траекторию. То есть безграмотное, чудо врет. 17 секунд. Врёт густо, быстро, плотно. В природе существуют достаточно компактные, достаточно массивные тела. Например, чёрные дыры. Эти чёрные дыры искривляют пространство. Опять врет. В природе не существует чёрных дыр. Много сказок про чёрных дыр, научных фактов, о их существовании детального. Нет вообще никаких фактов. Есть легенда о чёрных дырах. Есть фотошопы. Даже невидимого изображения. Это просто жульничество про чёрные дыры. Нет ни одного научного факта. А ты врёшь, что они есть. Ты доверчивый лох. От астрономии, от российской. Гнать саными тряпками всех учебных заведений в МГУ, чтобы вообще близко не заходили такие черти. Безграмотные люди. Пространство. Мы примерно представляем, как это происходит. Хотя здесь тоже масса ещё нерешённых вопросов. Масса. Но мы не умеем, быть может, пока это делать искусственно. Мы пытаемся понять эти законы. Почему пространство искривляется, каким образом искривляется. Как это зависит от свойств той самой чёрной дыры. Вы пытаетесь понять, как искривляется пространство. Вот сначала понимаешь, как искривляется, пишешь, искривляется или нет. А потом вещаешь. Сначала научный факт, потом рассказываем о нём. Такая должна быть последовательность. Чёрные дыры. Мы довольно неплохо понимаем, откуда эти чёрные дыры берутся. вот объект, которого нет, он неплохо понимает, откуда он берётся. Я неплохо понимаю, откуда берётся объект, которого нет в природе. Без препаратов понимают. Это таинство маразма. Эволюция этих чёрных дыр. Что было с этим телом, пока оно не было чёрной дырой? Вот это мы уже знаем достаточно неплохо. Но как это поставить на службу человечеству, пока ещё думаем об этом? Мошенничество невозможно поставить на службу человечеству. Это вред человечеству. Звезда, вот наше Солнце, например, это большая водородная бомба, которая взрывается не доли секунды, а миллиарды лет. Вот то, что мы видим, это водородная бомба, взрыв которой длится миллиарды лет. По счастью, для нас наше Солнце можно считать стационарной звездой. Это происходит потому, что в Солнце находятся в равновесии несколько довольно мощных сил. Прежде всего, это сила тяготения, которая стремится сжать это Солнце. Это огромный газовый шар гигантской массы 10 в 33 грамм, то есть, представьте себе, единичку с 33 нулями, ну, если угодно, с 30 нулями килограмм. Вот, что такое Солнце. И если бы не газовое давление и не излучение, вот той самой водородной бомбы, то Солнце давным-давно бы схлопнулось, ну, не в точку, но в довольно компактный объект. Как и все, в природе термоядерная реакция не вечна. Это топка термоядерная, эти дрова, это вещество, которое перерабатывается, этот водород, речь идет именно о водороде, в Солнце, рано или поздно закончится. Будут включаться другие термоядерные реакции, будут гореть гелий, потом более тяжелые элементы, но закончится и это тоже. Другими словами, сила тяготения, которая существует всегда, будет продолжать стремиться схлопнуть наше Солнце. А вот силы, которые ему препятствуют, силы газового давления и силы излучения, со временем перестанут действовать. Просто потому, что наше Солнце, как бомба, перестанет существовать. Гореть в один прикосновенный момент станет нечему. С нашим Солнцем произойдет следующее. Оно превратится в довольно компактный объект, примерно размером в землю. Для звездного мира это довольно компактный объект. Но Солнце не превратится в черную дыру. А вот если бы на месте Солнца находился гигант, ну скажем, превышающий Солнца раз в 10 по массе, а таких звезд довольно много в галактике, мы такие и наблюдаем, мы их видим, в том числе и невооруженным глазом такие звезды видны. Вот эта звезда, ее колокс будет настолько серьезный. Вот у вас даже нет фундаментальной развертки по искривлению пространства. Вот ладно, вам оно мерещится, ладно, вы не можете высчитать, что такое искривление, но элементарная таблица, да, по массе разброса, по массе кривизны пространства, элементарная таблица, да, с коэффициентами, с графиком, вы ее не можете, да, выдать, что от такой-то массы, собранной в таком-то объеме, у нас получается такое искривление пространства. Вот, пожалуйста, Солнце, данный объект, отклоняет пучки фотонов. И это вот у нас, в рамках данной таблицы, с данным коэффициентом, является искривлением пространства. У вас этого даже нет. У вас полностью вот какая-то на уровне бормотания, легенд, какая-то сказка. А почему у вас где-то нет? Если вы это выстроите, таблицы у вас сразу же начнут макать носом в несоответствии. Что не сходится, ребятушки, жульничество. Это элементарное вычисление, вы их не можете сделать. Причина следственных связей нет. Вышептать, что гнется, нет. Это средневековая стыдоба интеллектуальная. Когда люди не могут сосредоточиться, объявляют себя учеными и бормочут. Столько серьезно, что она превратится в черную дыру. Чем больше масса и чем меньше радиус такого объекта, тем выше должна быть, мы называем это вторая космическая скорость. Почему ракета покидает Землю с космонавтами? Потому что они приобретают вторую космическую скорость. 11 с небольшим километров в секунду, тогда ракета может выйти хотя бы на околоземную орбиту. А у таких компактных объектов вторая космическая скорость становится равной скорости света. А по нашим законам нет скоростей, превышающих... Это в первую очередь зависит от массы, а не от компактности. Мы считаем по центрам массы, по общей массе. Там на периферии, конечно, есть искажения, но незначительные в общем динамики. Полный какой-то чушь несет. Тащущая скорость света. Это Эйнштейн еще сказал. Другими словами, никакое ни вещество, ни излучение не может покинуть черную дуру. С кинематической точки зрения, то есть в смысле движения ее, она может вести себя, как обычная звезда. Она движется по каким-то своим орбитам, она может вступать даже в взаимодействии другими звездами, сейчас я чуть расскажу об этом. Но излучение не может покидать черную дуру. Нам везет иногда. Но вот концептуально тоже бред, если разбираться про модель Вселенной, про общую базу взаимодействия, вот эта ломоносовская версия или ньютоновская, то и излучение, в том числе, и дискретная частица может покидать или не может. Вот в плане адекватного строения Вселенной, та, которая не обваливается, любая частица может покидать независимо от какая масса. Потому что база общего гравитационного вектора и встречного позволяет ей это делать. А вы, товарищи, даже силовой баланс по Вселенной считать не умеете. Вот это вот лопочете. Безграмотную чушь. Излучение не может покидать. Вранье, врунишка, безграмотное чудо. Везет иногда, астронома везет, если черная дыра входит в звездную пару. Представьте себе две звезды, которые обращаются одна вокруг другой. Точнее, вокруг общего центра массы. Это явление довольно распространено в звездном мире. Так вот, если одна из этих звезд превратилась в черную дыру, то может случиться так, что вторая звезда будет увеличиваться в своих размерах, хоть независимо от соседа, от черной дыры. Просто так эволюция звездного строя. Она увеличивается в своих размерах, и вот это вещество начинает перетекать на черную дыру. Черная дыра обладает, да-да, обладает гигантской силой тяготения. Это вещество стремится упасть на черную дыру, но при гигантской силе тяготения у черной дыры довольно маленькая поверхность. Все это вещество не может упасть одновременно на черную дыру, и начинает с бешеной скоростью обращаться вокруг черной дыры, образуются так называемые аккреционные диски, вещество в них разогревается до безумных температур, начинает излучать в рентгене, и мы, наблюдая вот это рентгеновское излучение, говорим, ага, вот этот аккреционный диск обращается вокруг именно черной дыры, потому что ничего другое не может вот таким образом разогнать и разогреть вещество. Вот таким образом мы открываем, тоже, если угодно, опосредственно открываем черные дыры. Практически доказано сейчас, что довольно гигантская черная дыра находится в центре нашей галактики. Кстати, если вам утверждать, что ни одна сила частицы и прочие вещи не могут покинуть черную дыру, каким образом покидают вот эти вот рентгеновское излучение и прочие вот эти все вещи? Нет, тут про логику-то вообще далеко. Про разогрев вообще нет никакого механизма, это бред полный про разогрев. Ну, мы же не говорим, что у нас луна разогрелась, потому что она образно, скажем, отодвинулась от Земли. чем одна ситуация физически от другой отличается? Ну, вот у тебя есть один центр масс, второй, да, есть, ну, непрямая планетарная с двумя массами, обращение. И вот у тебя даже если допустить безграмотный сценарий, сотрывая масс, у тебя нет механизма разогрева. Дрение об черной дыру. Ну, у тебя нет механизма разогрева. Оно не трется ни обо что, как трение оно не может. Просто в тяготении перемещаешься, у нас кирпичи летают по вселенной, да, метеориты, они об атмосферу могут тереться, а пустоту они не могут тереться. Механизма разогрева нет как такового. Но тут не важно, понимаешь, они просто могут генерировать любой бред на уровне мыслях сказали верьте, а в плане осмысленного какого-то обоснования нет. Но если у них нет обоснования что искривляется у пространства, об остальном можно вообще не заботиться. Просто бормочите звуки. рисуйте картинки, фотошопы. Зеваки будут верить. Среди них же будет группа баранов, которые будут в это верить. Можно, конечно, допустить, что они там все не могут сосредоточиться, но там есть лукавые люди, которые в этой среде плавают, но они не повторяют эти сказки. Вот как посмотреть то, что астроном Виби говорит, он обращается в этой же гнойной системе, но он когда говорит обо всем, он выбирает слова, у некоторых вещей не говорит, он не транслирует, а есть просто зомбаки, которые вот эту слабоумную визотню лопочут, и вот этот у нас товарищ, это наверное из разряда тех же самых, которые доверчивые, дурашки, которые верят в это вообще. Мошенник, шарлатан, не более того, МГУ, 21 век, стыд, позор, шарлатаны в действии. Мы наблюдаем за самым богатым столблением, за самой богатой концентрацией шарлатанов на научный квадратный метр образно, на человека единицу. Вот это просто задуматься, да, есть же адекватная дисциплина научная, где в рамках научного метода действует та же зоология, да, честные ученые работают, например, да, есть вот эта группа жуликов и шарлатанов от физики и математики, которые захватили власть. Ну, кто сказал, что вот эти вот балбезы, там, астрономы и физики несуществующих наук, незаправдившие разделы физики, где, кто сказал, что они должны быть главными вот в своей секции и вообще в Академии наук. Во-первых, это, ну, изначально это британцы сказали, стали заваливать их премиями, там, грантами, и они стали как бы самыми модными у себя в секциях физических, да. Потом вот эти вот шарлатаны возомнили себя такими, что они теперь самые главные должны быть во всей остальной Академии, что они, они ничего не делают, они ничего не производят, инженерного от них не поступает ничего. Это вот полные нули, жулики, которые только бормочут. Смотрим в небо, видим фигу, говорим, что это черная дыра, нам дают за это денежки, мы себя неплохо чувствуем. Вот это вот схема жизни. Все. жулики. Кстати, в центрах других галактик также. Это тоже было открыто и опосредованно. Мы можем наблюдать звезды, которые находятся в непосредственной близости от центра нашей галактики и потому, как они двигаются, мы можем понять, что там находится нечто, что мы не видим, но что очень интенсивно влияет своей силой тяготения на движение этих звезд. Не исключено действительно, что влияет, они даже понятия не могут, что влияет, не влияет. У них вот сама модель математическая у них не сходится, у них по галактике не сходится система, потому, что у них вот эта вот схема гравитации первичных воздействий, они недостоверным путем прошли, они пошли буквально через эту ньютоновскую схему. Если бы шли по-ламонуссовски, они бы получили взаимодействие на уровне Вселенной. Так у них гравитация только для двух тел, остальные дают ноль взаимодействия, они его не считают, результат у них получается воображаемая Вселенная, которая как-то не сходится, им надо здесь темную материю, здесь темную энергию, и пошло-поехало. То есть эти же чисто технически, если бы они смотрели, ну, образно говоря, на черную дыру, то эта черная дыра, по идее, должна перекрывать то, что за ним, то есть они должны были видеть черное ничего. Там в плане, там в плане это даже не оптическое изображение, там что-то видеть невозможно. Это на уровне генерации большого компьютерного моделирования на уровне излучения. Причем, ну, там вот показывали группу фотошопов, вот, как они эту черную дыру получили, там ряд несвязанных картинок, которые можно трактовать так, эдак, и так далее. Они просто генерируют эти изображения, получают нечто, похожее на черную дыру, и говорят, вот, можно вот так это сделать. Это фотошоп, вот просто. Вот, ну, фотография случайного человека из города выдавать за Васю. Нет логической связи между первым и вторым. Они это вот так вот, регулируя контрасты, можно завалить изображение в любую сторону. Тем более, они работают не с изобразительным, не с визуальным рядом. Они переносят на шкалу, а как переносишь, ты вручную, ты можешь так перенести. Это как-то взял просто краску на холст и выбираешь, каким цветом, мазать или не мазать, прозрачно, не прозрачно, укрывисто, не укрывисто. Все. Это вот именно так получено изображение. Нет фотографий черной дыры. Вообще нет. А то, что есть изображение черной дыры, это субъективное творчество. Практически ничем не отличается от того, что художник мазанул по холсту. Только они это все компьютерно сделали. Это мошенничество. Черная дыра это мошенничество от самого начала и до конца. кротовые норы мошенничества, все вот это сказки про это все. Безграмотное мошенничество, ни на чем не построено, нулевая научная база. Нет первоначального основы. Ну, если вы должны дать сначала определение термину, потом его использовать, иначе это у вас художественная литература, это не научное повествование. если у вас нет определения термина. У них нет исходной базы. Вот вся вот эта венштейновская обрядятина, плюс все вот эти прилипшие туда математики, включая Лобачевского, там либо конкретная подмена понятия, либо фальсификация предметов счета. Это безграмотность. Вот вы считали картошку, докинули туда капусту, и вы даете результат за картошку. Это жульничество. Это вот все, это и перспектив никаких. Мы посмотрели жулика. Любые товарищи жулики, любой из вас, или товарищи академики в кавычках, не в кавычках, любой из вас в любой момент может заявиться на дебаты, выйти. Мы побеседуем, конференция, очная, заочная, без разницы. Вы же забоитесь, потому что вам нельзя огласки, вам нельзя публичности. Ваша задача, чтобы люди в нашей стране не знали, что вы мошенники. Вы никогда не пойдете на научные дебаты. Вам это стыдно. И такая политика проводится. Ладно, досматривать этот дурь не будем. 5 минут 42 секунды, 6 минут что-то посмотрели. С вами был Виктор Катющик, канал Научный Трибунал. Делайте что-то ради наших детей и внуков, чтобы наши поколения следующие не были зомбированы этими шарлатанами, чтобы общество не тратило энергию на процветание балбесов. Мы должны делать что-то созидательное. Созидательное деятельность должна быть в рамках научного метода. иначе цивилизация катится под откос. Присоединяйтесь, что-то делайте, помогайте Научный Трибунал. транслянские транслянные призам к